Вчера в Тегеране прошла совместная пресс-конференция министров иностранных дел Ирана и Армении. Основные итоги встречи. Арарат Мирзаян. Альтернативные маршруты Ирана в Армению почти готовы к эксплуатации. Ограничения на коммуникационные пути между Арменией и Ираном должны быть сняты как можно скорее. Тегеран примет участие в строительстве альтернативной дороги Горис-Капан в Армении. Амир Абдуллахиан. Азербайджан не будет участвовать в создаваемом нами новом транзитном маршруте Иран-Армения-Европа. В ближайшие недели мы увидим большую активность во всех сферах отношений между Арменией и Ираном. Мы серьезно обеспокоены присутствием сионистов и террористов на территории Азербайджана. Мы громко заявляем, что не позволим странам влиять на соседей Ирана, включая Армению. Примечательно, что после встречи с армянским министром Амир Абдуллахиан отбыл в Россию по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В Аване достроен жилой комплекс SolarCity и уже заселен. Из Красноярска запускают прямые рейсы в Армению. Международные перелеты будет выполнять Аэрофлот. Запуск намечен на 3 ноября этого года. Концертный зал имени Шарли Азнавура открылся в консерватории французского города Кламар. Событие было приурочено к третьей годовщине со дня смерти великого Шансонья. На мероприятии приняли участие дипломатический корпус, мэр Кламара и иные высокопоставленные лица. Учебно-исследовательский центр «Цифровые технологии» открылся в Институте информационных и коммуникационных технологий Политехнического университета Армении. В центре семь специализированных лабораторий, в том числе кибербезопасность. Дзук создает технологии искусственного интеллекта, чтобы сделать высококачественные персонализированные иллюстрации доступными для всех. С момента запуска в мае 2020 года с нулевыми затратами на маркетинг Дзук привлекает пользователей из более чем 98 стран. Более 200 производителей стали участниками фестиваля вина в армянском селе Арени. Участие в фестивале позволяет повысить узнаваемость брендов и обзавестись контактами, полезными для увеличения объемов сбыта, рассказали виноделы. Арени-фестиваль состоялся 2 октября. Там были представлены более 20 армянских винных брендов и около 200 домашних вин из Армении и Арцаха. Число посетителей увеличилось по сравнению с предыдущими годами, несмотря на пандемию коронавируса. Подавляющее большинство посетителей – это иностранные туристы, которые приехали в Армению специально на фестиваль вина, уточнила Анима Вян, руководитель проектов фонда Арни-фестиваль. Радио Хайк. Голос армянской диаспоры. Армянская музыка. Новости Армении и Арцаха. Скачивай бесплатное приложение Радио Хайк в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. В Армении впервые реализуется программа тепловой модернизации зданий. Основная цель проекта – снижение затрат жителей на отопление и потребление энергии. В первый год заявки на термомодернизацию 125 зданий поступили из 14 общин Армении, из которых 110 были одобрены. На территории, прилегающей к детскому медобеденению Аревик, Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь открылся Центр артизирования имени Арсена Давитяна. Центр действовал еще с 2015 года по инициативе ООО «Артез» Республики Армения, где артизистом работал Арсен Давитян. К сожалению, Арсен Давитян погиб в Третьей Арцахской войне и сейчас вновь открывшийся Центр носит его имя. В селе Ашан Мартунинского района 3 октября начались первоначальные работы асфальтирования дороги Берташен-Ашан. Сейчас проходят работы уравнивания земли. Об этом в беседе с нами рассказал голова села Ашан. Сергей Сафарян, Хайк-Медиа, Республика Арцах. 3 октября в Барселоне в монастыре Санта-Мария-де-Петральбес состоялось торжественное открытие и освещение хачкара в память о святых мучениках геноцида армян. Литва предоставила Армении 50 тысяч доз вакцины Модерна. Передача состоялась вечером 4 октября в аэропорту Вильнюса. Литва предоставила гуманитарную помощь в ответ на запрос Армении на основе двухстороннего соглашения Евросоюза по механизму обмена вакцинами. В ходе официального визита министр здравоохранения Литвы и Армении подписали соглашение о сотрудничестве. Это для Литвы первый случай передачи вакцины Модерна. Алиев поднимает ставки в конфликте с Ираном. Как сообщили сегодня азербайджанские СМИ, Алиев распорядился закрыть офис от Джага Ниджата, представителя верховного лидера Ирана Аяталы Али Хаминеи в Азербайджане и иранскую мечеть Гусейния в Баку. Понятно, что реакция Тегерана не заставила себя долго ждать. Как стало известно, Иран уже запретил Азербайджану полеты с военными грузами в оккупированный Нахиджован через свое воздушное пространство. Вообще все действия Алиева напоминают поведение игрока в покер, которому определенное время везло и он в порыве азарта все время повышает ставки в игре. Всем известно, что бывает с такими игроками. Католикос всех армян Горигин II встретится в Италии с Папой Римским. Сегодня Горигин II отправился в Рим для участия в проводимой коммунной Сант-Эджидио конференции «Люди как братья и будущее земли». «Диалог религий и культур» и «Межцерковной молитве». На конференции представитель Армянской апостольской церкви примет участие в дискуссии с призывом к миру. В рамках визита католикос встретится с Папой Римским Франциском. Раскрыто секретное досье на несметные богатства Алиева. 3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем приняли участие более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов – досье Пандоры, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Раскрытие информации демонстрирует, что семья Алиевых и приближенные к ней лица с 2006 по 2019 года потратили около 527 миллионов долларов на приобретение через свои офшоры 27 объектов недвижимости. Источники средств, на которые семья азербайджанского лидера смогла купить элитную недвижимость, не раскрываются. Из досье Пандоры следует, что Алиевы до сих пор владеют как минимум домом в Кенсингтоне, купленном в 2012 году за 40 миллионов долларов и тремя эксклюзивными квартирами в квартале Найтсбридж. Напомним, что средняя пенсия по Азербайджану составляет 150 долларов. Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги после того, как сегодня стало известно об отставке главы Российской премьер-лиги Сергея Пряткина. Кандидатура Хачатурянца получила одобрение от руководителя Российского футбольного союза Александра Дюкова. В Цахкадзоре проходит международный открытый турнир Чезмут. Торжественное открытие международного турнира Чезмут и первый матч состоялись 4 октября. В турнире принимают участие более 200 шахматистов из 11 стран, в том числе 25 международных гроссмейстеров и 40 международных мастеров Фиде. Субтитры создавал DimaTorzok